Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся умножать обычные дроби. Начнем мы с самого простого примера. Мы умножаем с вами 1 вторую на 3. Иногда на экзамене дети забывают, как это делается, и начинают умножать и числитель, и знаменатель. Правило же говорит о том, надо умножить только на числитель. 1 умножить на 3 – это 3, и внизу 2. 3 вторых. Выделяем целую часть. 3 делим на 2. Получаем, мы можем поделить только 1 раз, и остается остаток 1, или 1 целая, 1 вторая. Пример номер 2. Возьмем 1 третью и умножим на 9. Но мы уже знаем, что надо умножить только на числитель. 1 умножить на 9 – это 9. Знаменатель оставляем без изменений. 9 третьих. Далее, 9 делится на 3, поэтому мы можем написать, что ответ будет 3. Номер третий. 1 вторую мы с вами умножаем на 2 седьмых. В данном случае одинаковые числа в числителе и знаменателе мы, вообще говоря, можем зачеркнуть. Поделить их на 2. Получается по единичке. 1 умножить на 1 – это 1. 1 умножить на 7 – это 7. 1 седьмая. Номер четвёртый. 1 вторая умножается на 1 третью. Мы знаем, что числитель умножается на числитель. Получаем 1. Знаменатель на знаменатель. Получаем 6. Номер пятый. 11 сорок пятых. Умножаем на 9 двадцать вторых. Нам нужно как можно быстрее выполнить умножение на экзамене, поэтому мы сразу начинаем сокращать. 22 делится на 11. Будет 2. Мы зачеркиваем 22. Пишем 2. А вверху мы пишем 1. 45 делится на 9. Вверху мы пишем 1. Внизу 5. И получаем 1 умножить на 1 – это 1. 5 умножить на 2 – это 10. Если мы захотим записать в виде десятичной дроби, то это 0,1. Шестой пример. 0,3 умножить на 5 шестых. Сразу мы записываем в виде обычной дроби. 3 десятых. Умножаем на 5 шестых. 10 делится на 5. Записываем 2. А вверху – 1. 6 делится на 3. Внизу 2. Вверху – 1. 1 умножить на 1 – это 1. 2 умножить на 2 – это 4. 1 четвертая. Если мы хотим перевести в десятичную дробь, то это будет 0,25. Седьмой пример. 1 целая. 1 вторая. Умножить на 1 целую. 2 десятых. Равняется. Переводим в неправильную дробь. 3 вторых. Умножить на 1 целую. 2 десятых. 3 вторых. Умножить. Переводим в неправильную дробь. 12 десятых. Далее мы с вами можем сократить вторую дробь, чтобы не возиться с большими вычислениями. Поэтому 3 вторых мы переписываем и умножаем, сокращаем на 2 дробь, получаем 6 пятых. Далее мы можем сократить. 5 на 3 не делится, а 6 делится на 2. Получаем 3. Итого 9 пятых. Выделяем целую часть. 1 целая. 4 пятых. Некоторые ребята говорят, а что если мы просто перемножим числитель на числитель, а знаменатель на знаменатель? Давайте мы рассмотрим еще один пример. 101, 53 умножить на 106, 200 вторых. А вот теперь подумайте, стоит ли вам 101 умножать на 106, а 53 на 202, и потом искать, на что их можно сократить. Это практически нереально сделать в ограниченном контрольной или в ограниченном времени на экзаменах. Поэтому 202 мы делим на 101, это 2, а тут 1. 106 делим на 53, это 2, а тут 1. получаем 2 вторых или 1 целая. Значит, вот мы видим с вами, что действительно нужно и удобнее нужно все сокращать. Спасибо за внимание.